SCP-1167. Голова робота. Класс объекта Евхалиид. Особые условия содержания. SCP-1167 и любые связанные с этим объекты содержатся в камере размерами 3х3х3 метра. В зоне 1167-2. В отдельных закрытых сейфах, оснащённых камерами наблюдения. В зоне 1167-1. Постоянно дежурят два сотрудника службы безопасности под видом работников лесного хозяйства. Исследования временно приостановлены. Все аномальные предметы и материалы, обнаруженные в зоне 1167-2, после исследования могут быть продемонстрированы. SCP-1167 с одобрением доктора Стивена Стинсона. Описание. SCP-1167 представляет собой устройство приблизительно 20 сантиметров в высоту, состоящее из блока управления, прикреплённого к шарнирному рычагу и плоского основания. Производитель компонентов объекта неизвестен. Объект использует ультрасовременный источник питания, который ни разу не требовал подзарядки за всё время содержания. SCP-1167 был обнаружен в спеле о логической экспедиции в Удалено и доставлен в местные органы власти, которые передали его сотрудникам фонда. На месте обнаружения возведена зона 1167-1. На фотографии SCP-1167 способен ограниченно передвигаться, упираясь в землю основанием рычага и постепенно двигая вперёд блок управления. Будучи оставлен без присмотра, SCP-1167 пытается выбраться из-за помещения, в котором находится, после чего двигается в направлении точки по координатам 23,56 Южной Шататы, 68,16 Западной Долготы, отклоняясь от курса только для обхода, обхождения препятствий. SCP-1167 способен синтезировать речь, но не отвечает на вопросы. Объект постоянно повторяет на 124 языках, в том числе 8 мёртвых и 15 неопознанных. Следующее сообщение. SCP-1167. Внимание, извлечение провалено. Инициировать отступление и запросить подкрепление. Внимание, внимание. Если находящийся поблизости человек произносит примерно 5 полных предложений на конкретном языке, SCP-1167 начинает использовать для общения исключительно этот язык. Пока данный человек находится рядом между повторами фразы, SCP-1167 воспроизводит статистические помехи длительностью 1 секунду. Звук каждый раз идентичен. Какой-либо значимой информации в нём не обнаружено. SCP-1167 был доставлен в несколько тестовых зон, где ему позволили пройти по земле 100 метров в целях триангуляции возможной конечной точки. Следование объекта. Исследовательская группа, направленная на это место поблизости кратера Монту-Раки в Чили, не обнаружила никаких аномалий. Когда SCP-1167 был доставлен на место и размещен на земле, он произвёл сканирование окружающей среды, после чего произнёс. SCP-1167. Сканирование завершено. Транспорт утерян. Оставаться на месте и ждать подкрепления. Для дальнейшего изучения и раскопок данной местности здесь была возведена зона 1167-2. В ходе раскопок было обнаружено несколько аномальных объектов, которые были продемонстрированы SCP-1167 для получения дополнительной информации. Приложение. SCP-1167-1. Механическая рука. Аналогичная SCP-1167 конструкции, отсечённая в районе запястья. Место среза гладкое. Обнаружено в 220 метрах к северо-востоку от зоны 1167-2, в 5 метрах под землей. Реакция SCP-1167. Сканирование завершено. Обнаружен утраченный элемент. Сохрани для ремонта. SCP-1167-2. Неизвестное рубецывание размером 150 на 1 метр. На участке коренных пород в одном километре к северо-востоку от зоны 1167-2. В 8 метрах под землей. Взят образец. Реакция SCP-1167. Сканирование завершено. Архивный отчёт о статусе. Модификация оружия неэффективна. Продолжать преследование. SCP-1167-3. Нефункционирующий контрольный блок. Похожий на таковой у SCP-1167. Без рычага и основания. Обнаружен в ходе исследования пещерной системы под зоной 1167-1. Четыре члена исследовательской группы считаются пропавшими без вести. Реакция SCP-1167. Сканирование завершено. Лидер подразделения уничтожен. Цель потеряна. Инициировать отступление.